добрый вечер дорогие друзья в эфире передача ночной размовар и у нас гостях сегодня армайз принципе он сам о себе расскажет добрый вечер армайз добрый вечер меня зовут армайз аванс я родился в городе баку бакинский армии что-нибудь помните вообще вот из вашего детства ли вы совсем маленький были мне было четыре года ну какие-то фрагменты конечно же помню со своего детства помню как в деревню ездили и смайлинский район вы родились именно в эсмайлах и переехали в море нет я родился в баку и мой отец родился в баку а мой дед родился в эсмайлинском районе а вот как вспоминал азербайджан баку и смайлы ваш папа я не просто сегодня с тобой разговариваю я следил за твоим интервью и вообще ход мыслей твоих и как ты вообще разговариваешь все-таки взаимное уважение оно исходит от оппонента вот сейчас разговаривая со мной ты же чувствуешь как я владею русским языком и я бакинец ты со мной разговариваешь в том ключе который в принципе для наших двух народов он должен существовать всегда понимаешь а когда мы скатываемся уже каким-то оскорблением или тому что кто-то говорит что мы лучше или кто-то любая у каждого народа есть своя история и эту историю надо уважать я думаю сегодня у нас взаимно уважительном ключе пойдет разговор и мы многое обсудим я тоже на это очень рассчитываю вообще считаю что уважение к врагу к сожалению на данный момент можно так сформировать я не считаю что мы с тобой лично враги но все-таки был конфликт и уважение к врагу это уже первый шаг к победе с обеих сторон я считаю ну а наши наши старшие не были врагами по крайней мере период советского проживания мир должен быть во всем мире и наша сегодняшняя тема это отношение азербайджана и армении я хочу к этой теме с тобой вернуться и чтобы ты рассказал про баку и про азербайджан вообще что именно про баку рассказывали твои мама папа и близкие родственники ну баку это я допустим вот с четырех лет сочи здесь прошла моя юность здесь прошла я здесь университет закончил школу и так далее конечно же допустим я буду своим детям рассказывать об этом городе потому что я здесь вырос также и наши родители лучше их не годы прошли в баку и поэтому только хорошая добрая я слышал конечно в конце это все закончилось нехорошо и в каком году они восемьдесят восьмом году мы уехали а куда поехали в первую очередь сразу мы проехали в краснодар и потом приехали в сочи и обосновались армайса скажи пожалуйста почему вы не поехали жить в армению почему краснодар ну у меня я сейчас объясню почему у меня отец музыкант аккордеонист он работал вместе с легендарным бока и певцом бакинским и он еще восемьдесят третьем году приезжал в сочи у него здесь был как бы круг друзей местные наши армяне и здесь сочинские и как бы был круг друзей он по работе сюда приезжал там свадьбы и так далее ну и так получилось что когда эти события начались как бы местом где у него был круг общения были друзья как бы оказался город сочи поэтому сюда и попали а скажи вот значит твой папа был музыкантом работал с легендарным бокой бакинцем который делал в том числе бока пел и на азербайджанском языке на азербайджанских свадьбах не только до конца восьмидесятых но и в принципе очень много лет и в нью-йорке в россии пересекали с ним и все только в уважительном ключе о нем отзывались потому что музыкант был легендарный хотел бы тебе задать вопрос вот скажи пожалуйста веришь ли ты вот человек который испытал столько жизни скажем так более своих каких-то личных обид потому что в любом случае покидать свой дом это боль как бы ты хорошо либо его не покинул вот веришь ли ты в будущем мир между азербайджанцами армянами и на каких условиях ты хотел бы его видеть на каких условиях на каких условиях я тебе не смогу ответить и сам за понимаешь по каким причинам потому что очень много кроли крови пролито с обоих сторон и с армянской с азербайджанской и просто даже ты понимаешь мы сейчас притрагиваемся к такому к такой теме то есть где там матеря потеряли своих детей там и так далее дедушки очень много людей погибло мы сейчас с тобой не можем я даже немножко немножко неудобно себя чувствую перед павшими людьми с обоих сторон что я сейчас как-то буду это обсуждать мы же соседи согласен мы же соседи мы сейчас опять-таки очень много было пролито крови согласен это это плохо и как бы спокойно спокойно об этом говорить и говорить что это земля все-таки это все огромная политика здесь и большие гегемоны которые все это есть у каждого свой интерес понимаешь кого поддержать кого не поддержать а мы получается мы два народа я знаю армайз я знаю я можно я тебе данную историю расскажу моя моя прапрабабушка когда 20 ну в 30-е годы была большая голодовка везде было было очень тяжело у нас был хлеб мы она как бы рядом с соседнего села была да и она там работал и вот и смайлов у нас гонах на тюркском в из майлах самых из майлах у нас как бы был гонах дружили дружили моя бабушка Бабушка, она была женщина такая, боевая, на лошади и так далее, и сажала, и копала, и хозяйство держала, и так далее. И вот эта семья очень жива бедно в Исмайлах, она им очень хорошо, азербайджанская семья, и она им очень хорошо помогала, и зерном, и так далее, и кукурузой, то есть дети выросли, дети выросли во время этой голодовки. Вот когда она умерла, по-моему, в 70-е годы, вот четыре сына его, его как-то звали Шеки, или я забыл точно, его четыре сына, они почти несли, они никому не позволили. Она говорит, они говорили, если бы не эта женщина, если бы не эта женщина, мы бы не выжили просто, было очень тяжело. И они четыре километра, и два или четыре километра они несли ее, они никому не позволили взять и отнести ее на кладбище. Вот такая история о том, что люди как бы жили, по соседству жили, люди дружили, и получается сейчас вот такая история. Ну, я понимаю, это, конечно, случаи подобные были с обеих сторон, и азербайджанцы поддерживали армян, и когда были какие-то трения, переселения, азербайджанцы, многие, как и моя семья, помогали армянским соседям продать мебель, продать книги, продать вазы. Мы купили сами семь ваз у армянских соседей, и сами лично, мой дядя, проводили их на поезд. Они сели на поезд, все продали, квартиру обменяли по обмену, и получили квартиру в Ереване, и спокойно сели на поезд, уехали. Это я видел своими глазами, то есть это я видел, это не сказки. А почему они уехали? А почему они уехали, это уже другой вопрос. Я считаю, что лежит ответ совсем рядом, просто многие его не видят. Все потому, что в плюсе осталось от этого конфликта больше Армения. Нас, юридически, мы зашли в состав СССР, включая Карабах, и мы вышли в 1991 году из состава СССР, тоже включая Карабах. Понимаешь? Потом вы уже через полгода захотели референдум, это другая история. Но факт, мы пришли в СССР с Карабахом и ушли из СССР с Карабахом. Вопрос в том, кто это затеял. Ты скажешь, что это виноваты мы, мы там что-то сделали. Это нормально, потому что у вас своя идеология. Ты же ничего не знаешь, например, про самолет, который мы послали помочь, когда у вас было землетрясение, и самолет не долетел. Одна версия подбили, другая версия разбился. В любом случае, там погибло 77 человек. Один человек, кстати, выжил. Мы эту помощь послали. Я как бы спрашиваю, почему я уехал оттуда. Ты уехал оттуда, потому что начались проблемы. Иудины живут, иудины живут, и таты живут, и лезгины живут, и все живут, это все граждане Азербайджана. Я понял. Получился конфликт, провокация. Ты сказал абсолютно верную вещь. Это действительно был детонатор развала Советского Союза. Вот что получилось, и пострадали в итоге два народа. Вы за 30 лет ничего дельного с Карабахом так и не сделали, честно. Я там видел все районы, все города. Вы действительно не превратили это в рай. Дело не в ресурсах. Вы сами в это не верили. Если бы вы верили, можно было бы в пустыне создать шедевр и без нефти. Там было у вас и соединение с Ираном. Там были у вас соединения с Арменией. У вас были все карблаши на руках. Кельбаджарское золото, реки, поливай, сажай, делай, что хочешь. Озера, все, что хочешь, все у вас было. Просто вы сами не верили, потому что строить что-то в конфликте, которое у тебя через забор, невозможно. Понимаешь? И эти бухи... Надо было решать этот конфликт в мирном ключе. Не надо было его вообще создавать. Я не говорю, что это сделал или мы. Я считаю, конфликт вообще не надо был. Мы с тобой можем... Не мы с тобой этот конфликт создавали, но его можно было решить в мирном ключе. А скажи, что ты думаешь о дороге, о коридоре через Зянь-Гезур? Твое мнение. Мое мнение такое, что пока... Я не знаю, ты заметил, я не особо глупый человек. Немножко соображаю и в политике, и во всем. Пока я ничего тебе не могу сказать. Может, мы с тобой через год на эту тему еще подискусируем? Я пока вообще не понимаю, что происходит. Что делает наше правительство, и чего хочет Россия, и чего хочет Запад. Ну, как бы подписали, Армай, трехстороннее соглашение подписали. Открытие коммуникаций. Зачем его подписали? Подписали, чтобы была дорога, соединяющая Азербайджан с Нахчеваном. Они могли втроем собраться, даже устно, если хотят мира. То есть ты, получается, против этого коридора, который будет соединять Азербайджан с Нахчеваном? Ты против него? Я не могу на этот вопрос тебе отвечать. Тогда я попрошу тебя, расскажи о мире. Вот как бы ты хотел обратиться к азербайджанцам и к армянам? С каким призывом о мире? Прошу тебя. С призывом о мире пока этот вопрос не решен. Вот мы с тобой потихоньку, плавно перешли в то русло, о котором, в принципе, у тебя получается тематика. Все, твои вопросы. Армай, с твоей вопроса я молчу. Говори. С удовольствием. Вот еще хотел задать такой вопрос. Часто ты говоришь Ереван и так далее, Еревань. Вот ты как считаешь, как человек, у которого есть частица греческой крови, ты как считаешь, Стамбул или же Константинополь? Ну, ты знаешь, последние сто лет это Стамбул. До этого 400 лет им уже, им уже руководили, управляли и владели османы. Они завоевали, отвоевали это. Они оказались сильнее. Это империя, понимаешь? Они победили в войне, и Константинополь стал их ним. Через 400 лет они решили поменять название на Стамбул. Но 400 лет он был с Константинополем в составе Османской империи. Они победили, понимаешь? Они оказались сильнее. Как ты думаешь, кто первые, ну, скажем так, присягнули верности османам после того, как они захватили Константинополь? Кто это был? Как ты думаешь? Угадай с первого раза. Греки, наверное. Нет, ты удивишься. Это была Армянская церковь. Они пришли и посигнули верность, и после этого Армянская церковь на территории Османской империи процветала. Поэтому сегодня там сохранены не только древние кладбища Армянские и церкви, но и города. Там более 30 школ на армянском языке преподают. Там есть депутаты армяне, там есть города армянские, древние, которые целиком сохранили. Они присягнули верности. И так как процветала армянская, скажем так, нация в Османской империи, такого расцвета больше никогда и нигде не было. Потому что они там действительно... Было 24 паша армянина. Представляешь себе, насколько это было мощно? Но потом случилось то, что случилось. И нельзя в этом винить только турков. Нужно иногда смотреть и на себя тоже. Я считаю, что это другая болезненная тема. Но все-таки... Можно на себя смотреть, но еще можно смотреть. Нет, нет, нет. Я считаю, что да. Можно смотреть на третью сторону. Абсолютно верно. Всегда... Я считаю, в войне двоих всегда виноват третий. Нужно всегда посмотреть еще и по сторонам. Вообще, что произошло и почему это произошло и кто был заинтересован... Конечно, не забывай, сегодня живут в Турции около миллиона армян. Мы никогда не отворачивались от родной земли, мы никогда не предавали. И всегда, несмотря на 30 лет конфликта, заминированных тысяч, тысяч гектаров наших земель, агрессию... Вы вернули в 7 районов. Мы все, чем мы владели, юридически, все, чем мы владели, мы над этим работаем. Мы не просто вернули, мы застраиваем, переселяем обратно домой всех своих. И не только в 7 районов. Мы в 7 районов от Карабаха никак не отделяем. Для нас без разницы. Я спокойно из Физулии еду в Шуша, спускаюсь в Гадрут, оттуда заезжаю в Агдам. Понимаешь? Где-то быстрее, где-то медленнее, где-то в Киальбаджаре... А ты хочешь, чтобы я тоже спокойно ездил? Я хочу, чтобы это было юридически грамотно, правильно и человечно, без конфликтов. Вот ты хочешь, чтобы я приехал, допустим, в Восьмайлинский район? У меня там деды похоронены. Если у нас будет будущий мирный договор, если мы найдем общий язык, признаем то, что признает весь мир. Мы вот сядем, расчертим территории, вы и мы. Признаем то, что мы признаем, вы и мы. Мы договоримся. Это ваше, это наше. То, что мир признает. Все. Мы едем к вам, мы едем в Ереван, вы едете в Азербайджан без проблем. Нам нужен будет в будущем этот мирный договор. Понимаешь, Армайлин? Нам нужен будет. Но все все равно произошло на данный момент в ракурсе силы, правильно? И в 90-е годы силовой был, и сейчас был силовой, и еще неизвестно. Я думаю, что третий ракурс должен быть человеческий и совестный. Я за совесть и за справедливость. У тебя она своя, у нас своя. Пусть победит человеческая справедливость. Ты с этим согласен? Да. Спасибо тебе большое. Смотри, еще один такой вопрос будет. Вот кто ближе для Азербайджана? Иран, Турция или Израиль? Честно. Для нас ближе те, кто нас любит и кого любим мы. Я тебя благодарю, Армаис. Желаю тебе всего хорошего. И желаю мира всем нашим домам. Дорогие друзья, сегодня у нас в гостях был Армаис Хаванысян. Родился в Баку. Его папы, мамы, дедушки и бабушки были из Исмайлов. Сейчас живет в Сочи армянин. Ну а я азербайджанец из Азербайджана, который любит свою родину и живет тут. Спасибо большое. Была передача с вами. Ночной Размавар. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова